Друзья, те, кто против альтернативной кулинарии, кому кажется, что все, что бегает и ползает, кушать нельзя, пожалуйста, данный ролик дальше не смотрите, потому что мы находимся на Шри-Ланке, и у нас здесь есть очень много разных вкусных штук. Например, под бассейном у нас живут летучие мышки. И, в принципе, конечно, мы можем... Смотри, летит нежнейшая, нежнейшая на подлете. Но их, пожалуй, мы сегодня кушать не будем. Также, например, у нас на территории живет здоровенный варан, но он живет около территории, но приползает каждое утро. Народ, народ, веревку тащите, веревка, веревка, есть у кого-нибудь, чуваки, лопату, лопату тащите. Но сегодня мы будем готовить не настолько альтернативное блюдо, сегодня мы будем готовить куриные лапки. Они же лапки обмена. Народ, мои подписчики постоянно спрашивают меня, друже, 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 откуда у тебя такие классные футболки? И я им все время отвечаю, чуваки, 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 со всемайки.ру. Вы думали, это бургер? Нет, это мопс-бургер. Футболки с полной запечаткой? Не вопрос. Уютные толстовочки с мемасами? Не вопрос. А также кепки, кружки, рюкзаки, значки, все что угодно. Ты, возможно, скучный чувак. Одеваешь клевую футболочку, и вот ты уже не такой отстойный, как был раньше. И ты такой, блин, круто, тоже пойду куплю себе футболку. Но, ой, я не знаю, как пишется всемайки.ру. Вот так пишется, но тебе даже знать этого не надо, потому что ссылочка находится в описании. Всем привет, с вами снова Костян. Славный дружеблом. Есть огромное количество, как называется, субпродуктов, да? Да, тех составляющих, из которых обычно не готовят. Обычно эти штуки выбрасывают, и даже здесь, мы находимся на Шри-Ланке, как оказалось, вот эти вот штуки, это 6 килограмм ног. 6 килограмм ног, за них запросили 100 рублей. Ну, то есть их, в принципе, можно доставать и бесплатно, но здесь попросили 100 рублей за 6 килограмм куриных ног. Не волнуйтесь, стрим-одмен в порядке. Стримового одмена мы отдали назад на ферму. Он сюда не включен. Он сюда не включен, хотя, конечно, на превью я его поставил для того, чтобы был такого рода кликбейт. Но у нас же есть азиатки, прям настоящие азиатки с нами на вилле, и они показали нам, как готовить куриные ноги, чтобы получалось офигенно, офигенно, просто офигенно. Да, понимаешь, дело в том, что обычно это что? Это получается старый 90-х годов обжариваешь курочку, и там супчик какой-то, еще чего-то. Ну и все. И это получается, что не блюдо, а это будет именно блюдо, и конкретно только ноги для этого понадобятся. Погнали! Сначала просто их промоем. Но у нас достаточно такая кухня скромная, потому что здесь это кухня для виллы, для, скажем так, прислуги, да. Но ничего, это нам не помешает, все равно здесь круче, чем у меня дома. Так что просто каждую ногу вот так помоем и ототрем, можно с мочалочкой, можно нет. И, собственно, спустя минут 15-20 они становятся вот такими вот. Но, само собой, для того, чтобы их жарить, варить и мариновать, их нужно подготовить, то есть избавиться вот от этой вот кожи сверху. Ну, дружь слегка слукавил, сказав, что через 30-20 секунд после промытия они получатся такими. На самом деле, это еще требуется 2-3 промывки с солью. То есть вы слегка сочкой с жмакой с солью, а вот потом уже они такие получаются, шкурка не жирная, а вот это такая хрустяшечка. Но все равно их придется посмотреть, чтобы вот прям вот эту чешую взорвую. Так, мы попросили нам помочь, здесь у нас классная горелочка есть, которой пользуется став. И, собственно, так она загорится быстрее. Отлично. А вот и водичка, в которой будем все это отваривать. 5-10 секундочек. Для начала насыпем так хорошенечко соли и слегонца оботрем. Если куры ходили по каким-нибудь какахам, или у них есть какие-то непонятные грязевые пятна, а они стопудово есть, и они стопудово ходили по какахам, то вот так вот все это дело протираем. Примерно так же мы делаем с осьминогом, чтобы из него ухлослись. Но это сделается с курами, с куриными лапами, чисто для очистки. Эй, промываем. Теперь отрезаем ногти, потому что сейчас мы будем все это дело быстро отваривать и чистить. И вот так вот кожа будет счищаться быстрее. Ну и, само собой, ногти очень твердые, никто их есть и обсасывать не будет. Ну и третье, под ними может быть какая-то грязь. Отрезаются они вот так в одно движение очень легко. У нас получаются вот такие вот коготки. Они нам, собственно, не нужны, поэтому просто их, ну, к сожалению, выбрасываем. Хотя клевые коготки. И, собственно, водичка закипела, вываливаем все, что у нас есть, все наши подготовленные ноги. Закипание не ждем, просто в кипяток, вот так вот их на 30-40 секунд, край минуту и вынимаем. Ну, опять же, если у вас такая горелка, что все закипит, ну и отлично. Вынимаем. Ставь лайк, если это выглядит сексуально. Ну и теперь можно немножечко вот так лапку надрезать для того, чтобы кожа вот эта вот чешучатая снималась быстрее и легче. Делать это нужно сразу после варки. Не давайте ногам засохнуть. Как только они высохнут, все это дело будет вообще практически неснимаемое. А сейчас оно вот так чистится, не знаю, ну не в одно движение, но слезает пластами. Что касается специй, в принципе, ничего необычного, обычный азиатско-китайский набор. Да, имбирь, лучок, чесночок, чили по желанию, естественно. Устричный немножечко соуса, ну вы, конечно, можете сюда еще острого добавить, кубики маги, я не знаю. Да, для усиления вкуса. По факту вы можете добавить кубики маги, соль и перец. Ну да, и хуже от этого ошибка не будет. Нет, главная особенность, это то, что так как идет имбирь, а он будет, в общем-то, у нас покрошен, порезан, то, соответственно, его можно в самом начале тушения добавить, чтобы он разошелся прям в ничто, и его можно было тоже тушить. А остальные ингредиенты? Их мы добавим в самом конце, потому что в данном рецепте, китайцы как бы ничего не тратят, в данном рецепте маринад является еще и гарниром. То есть вот эти вот налипшие кусочки маринада, наличьшие куски, ну, например, чеснока, являются и маринадом, который вы тоже обсасываете с куриных лап. Остальные специи одновременно являются и маринадом, и гарниром. То есть в них мгновенно и маринуются, и эти же кусочки специи, например, того же обжаренного, обваренного чеснока, в них вы обмакиваете лапку и, собственно, ее, извиняюсь за выражение, обсасываете. Так как имбирь пойдет у нас первым, соответственно, его-то и почистим. Шибко много, я думаю, добавлять не будем. Тем более, что у нас и куриных лап-то всего лишь на всего 6 кило. Поэтому возьмем вот такой довольно приличный кусман. Сейчас от основных чешуек мы счистим. Многие говорят, а давай-ка ты не будешь чистить от основных чешуек. Нет, ребята, в этом случае мы его будем кушать, поэтому я его все-таки почищу полностью. И вот теперь, когда эта все грязь очищена, нарежем мелкими кусочками. Комментарии, что делать с луком, я думаю, не нужны. И, собственно, куда же без чеснока. Который также меленько нарезаем. Лапы ставим на огонь и заливаем кипятком. Для конца так, чтобы тока-тока покрывало, потому что сейчас из этого, собственно, кипяточка мы будем делать уже соус. А соус состоит из томатной пасты или кетчупа. Вот так. Хорошенечко. Так, перетрясем маленечко. И устричный. Устричный соус. Тоже примерно так же, как кетчуп. Густой. Густой. Вместо соли добавляем соевый соус. Где-нибудь полстаканчика на вот такую миску. Как было сказано ранее, имбирь сразу же туда, потому что пускай растворяется. Будем кушать его вместе с остальным соусом. Сейчас-то все дело закипит и минут 15-20 просто упариваем. Иногда помешивая. Закипело и замеряем минуточек 15. Кстати, вы спросите, а почему так ног мало? В тазу-то было много? Дело в том, что это 100% вкусный рецепт, который мы уже пробовали. А еще мы хотим попробовать разные другие маринады чисто для себя. Остальные ноги у нас будут экспериментальные, а это гарантированно вкусно. Через 15 минут добавляем чесночок и лучок. Ну и, собственно, перемешиваем и еще минуточек 5. Вы посмотрите, как это аппетитно выглядит. Как ручка эльфа домовика Добби. О, прошло еще 5 минут. Можно смело смазывать маслом решетку, чтобы не прилипало ничего. И выкладывать их, буквально задать корочку. Вырубаем газ, встряхиваем остатки маринада и кладем быстро обжариться. Ну и здесь до конца, чтобы прям густота, которая обволакивала наши ножки, до конца упарим. Чтобы появилась прям густота-густота. Как только образовалась небольшая вот такая золотистая корочка, можно возвращать все это дело в соус. Либо просто перекладываем отдельно и отдельно подаем соус, чтобы можно было ножки обмакивать. И добавляем в финале столовую ложку сахара. Зачем в финале? Во-первых, можно отбалансить по сладости в зависимости от того, как он выпарился. Ну и, во-вторых, меньше сахар будет на стенках гореть. Ты уже с соусом? Я давай-ка так сначала кусну. Ну, соус офигительный. Сами лапы надо обгладывать. И не могу сказать, что мяса тут очень много. В основном ты обсасываешь хрящички и сухожилия. Да, и в этом-то и прикол. Ну, кто любит обгладывать куриные крылышки, допустим, самую тонкую их часть, тем понравятся и ножки. Лежка. Это неплохо. Особенно, вот, смотри, там, где ножки разваливаются, смотри, сколько всяких сухожилочек вкусненьких. Кто любит похрустеть сам это. Ну, и кто любит студень, всякие нажористые коллагеновые штуковины. Короче, закусь, что ты можешь сказать в итоге про этот рецепт? Мне это нравится, потому что я люблю обгрызать всякое, знаешь, вот мне это прям нравится. Мне он нравится из-за соуса. По большему счету, этот соус прекрасный к креветкам подойдет, к филе куриному тоже прекрасно подойдет, если вы богач. Потому что ноги здесь, короче, первый раз, когда мы вот... Они вообще бесплатные. Они бесплатные. Здесь типа их отрубают, вы жрете ноги, ну, по крайней мере, на Шри-Ланке. В Китае-то их употребляют, только так запаковывают. Само собой, никто их тебе бесплатно не отдаст. А в целом, это прикольный рецепт для любителей обгладывать всякое. Клевых кистосладких соусов и для людей, не гнушающихся видом лап. Если вас-то, конечно... Я не знаю, кого это может смущать. Ну, мало ли, это кого-то оскорбляет, типа, о боже, лапы. Короче, народ, с вами был Костян. Славный дружи обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока. А, ну да, само собой, Костян, ссылка в описании тоже. Ну, да, да. Ясное дело. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok